Библейский портал экзегет.ру представляет 141-й псалом для библейского портала экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. Песня «Скусная молитва Давида», когда он был в пещере. Ну, прямо опять, как из начала книги, где у нас был этот жанр, песня «Скусная», где молитвы Давида очень часто встречались, и когда указание на какое-то его место. Что значит, он был в пещере? По-видимому, за ним гонится Саул, и он прячется в пещере. Этот эпизод, возможно, даже тот самый, когда Саул потом в эту же пещеру зашел, и Давид мог его убить, но лишь отрезал полуодежды, чтобы потом показать. Вот я не буду мстить своему преследователю. Я мог зарезать, но вместо этого отрезал лишь полуодежды, как символ того, что вот признак, чтобы показать, потом смотри, у меня этот кусок ткани мог тебе в сердце вонзить нож, а сделал совсем другое. Наверное, это тот самый эпизод. И в предыдущей псалме тут есть рассуждение, и очень глубокое на тему, что такое зло. 139-й говорит, зло – это то, что настигает самого злодея. 140-й говорит, охраняй мои уста и не дай моему сердцу склониться ко злу. То есть и я могу стать источником, носителем зла. 141-й как будто возвращается вот к той простоте, когда за тобой гонятся и вот-вот убьют, ты уже не думаешь, не богословствуешь, а кричишь «Господи, помоги!». Итак, песня искусная, молитва Давида, когда он был в пещере. Громко к Господу я взываю, громко к Господу я молюсь. Я издал пред Ним мою мольбу, поведал Ему о горе моем. Ослабел, изнемок мой дух, но Ты знаешь мой путь. На дороге, которой я шел, на меня расставлены сети. Смотрю направо и вижу, никому нет дела до меня. Нет для меня приюта, моя жизнь никому не нужна. Я вызвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты один прибежище мне. Ты мой удел на земле живых. Я в беде, услышь мой крик, отгоните и спаси. Ведь они сильнее меня. Из темницы меня выведи, я прославлю имя Твое. Когда Ты явишь мне милость Твою, возлякуют обо мне праведники. Да, это просто мольба о помощи. Все плохо, за мной гонится, мне никто не помогает. Но есть и что-то очень важное, что связывает этот псалом. Он проще, он не такой глубокий, как предыдущих два, но связывает с ними. Ну, давайте посмотрим на такие необычные, может быть, для первой части псалтири, где много таких псалмов. Господи, помоги, на меня нападают, на необычные вещи. Поведал ему о горе моем, как будто он не знает. Но вместе с тем, смотрите, на дороге, которая шла, на меня расставлены сети. Смотрю направо и вижу, никому нет дела для меня. Нет для меня приюта, моя жизнь никому не нужна. То есть, среди людей нет не просто поддержки, нет тех, для кого твоя жизнь ценна. Бывает и такое состояние. И потому ты один прибежище мне, ты мой удел на земле живых. То есть, вот в этом мире, где я живу, удел это наследственное, то, что мое, то, что перешло от отца, то, что я оставлю детям. Вот смотрите, Давид будущий царь. То есть, он уже помазан царем, но об этом еще, собственно, никто не знает, он еще не правит. Но его удел – это только Господь. Это не царство, не Иерусалим, не что еще. Это вот именно жизнь с Богом. Отгоните ли спаси, ведь они сильнее стремиться, меня выведи. Я прославлю имя твое, ты явишь милость. Возвлекуют праведники. Это вот такая стандартная картина. Но, может быть, ровно об этом. Никому нет дела до меня. Нет, в жизни, как правило, до нас есть дело, у нас есть члены семьи, любимые люди и любящие нас, у нас есть друзья, там есть люди, которые нас уважают по разным причинам. Но по-настоящему человек нужен только Богу, наверное. И вот был псалом, где говорилось, и мы об этом читали, и так очень глубоко это звучало. В 138-й, где говорилось, что, Господи, ты знаешь меня еще от моего зачатия, да, собственно, ты меня образовал, ты понимаешь мой путь лучше, чем я. И вот здесь, наверное, та же самая мысль, но более просто и конкретно выражена в ситуации, когда человеку нужна помощь. В 142-й псалом, в общем-то, скажет очень похожие вещи и очень похожими словами.